А эксперименты показывают только то, что человек может воспринимать окружающую действительность в более широком частотном диапазоне и сигналы меньшей мощности. То есть глаза, которые мы закрыли и которые было объективно видно, мы закрывали их даже металлическими пластинками, электромагнитный сигнал, как известно, не проходит через металлические пластинки. Мы показали, что сигнал, не проходя через глаз, всё-таки проходит в головной мозг и отражает объективную реальность. То есть первые эксперименты показали, что человек с закрытыми глазами может видеть объективный мир точно так же, как с открытыми глазами. Вторые эксперименты показали, что человек с закрытыми глазами может видеть такое, что с открытыми глазами человек просто не может видеть. Шесть червей. Правильно. Туз Бубей. Правильно. Шесть крестей. И здесь не ошиблись. Девять червей. Ошибка. Даму Будного и Даму. Король крестей. Совершенно верно. Семь крестей. Верно. Четыре Бубей. Крестей, прошу вас. Правильно. Вовремя исправились. Семь червей. Семь червей. Совершенно верно. Два пика. Да. Три червей. Да. Восемь пикей. Восемь пик. Пик. Да, восемь пик. Пять крестей. Ошибка. Десять крестей. Ну, в принципе, из двенадцати карт отгадано правильно десять. Ну, это уже превосходит любую теорию, так сказать, вероятности. Мы сейчас работаем над более сложными экспериментами. Человек может читать компьютерную дискетку, держа ее прямо перед собой. Пока это пятидюймовые дискетки, но, в принципе, там принципиальной разницы нет. Можно и трехдюймовые читать. Я думаю, в следующих передачах мы это покажем. Это уже фантастика, вообще, так сказать, ведь весь мир завтра это компьютерный мир. Продолжение следует...